История этномузея «Мир шляпы» началась еще в январе 2002-го, когда основатель музея, лингвист, этнограф и путешественник Кирилл Бабаев приобрел на ночном рынке города Чиангмайя в северном Таиланде свой первый экспонат – женскую шапочку народности Акха. Сегодня музей насчитывает более 400 экспонатов из десятков стран мира. Вот это наш самый древний головной убор, который мы сумели датировать, потому что на нем нашиты монеты начала 17-го века. Это российский головной убор, он принадлежит народу чувашей. На нем нашиты монеты царей Михаила Федоровича, Алексея Михайловича и Петра I. Вот этот головной убор, да, он представляет собой корону одного из племен в индийских Гималаях. Она весит порядка пяти килограммов, и все эти пять килограммов практически – это все вот такие камни, как бирюза, лазурит, агат, яшма, вот все, что здесь нашито. А можно мне подержать в ее руках? Конечно. Ох, какая тяжелая. Вот видите, какая красивая вещь. А знаете, для чего он сделан? Для того, чтобы носить на голове воду. Кувшины эти большие, как африканские женщины носят. Да, но это делается в Индии. Выглядит так, как будто к этому тоже прикасаться не стоит. Это тоже наголовная маска, которая используется в танцевальных ритуалах народа Лували. Здесь довольно много в нашем музее всяких таких заколдованных, ритуальных, магических головных уборов. Поэтому если каждый из них надевать, то, я не знаю, наверное, может душевное здоровье пострадать. Подождите, Кирилл, вот это вы сейчас все серьезно? Это не пиар-акция музея? Это по-настоящему все происходит? Понимаете, как? Ну вот я ученый, да, я скептически отношусь к таким вещам. Но, может быть, и поэтому со мной ничего не происходит. Потому что я достаточно много ритуалов проходил у шаманов, у колдунов. И на меня это не действует, наверное, потому что я в это не верю. Потому что я все-таки вынужден относиться к этому, как исследователь. Но если человек верит в такие вещи, то с ним, конечно, может все что угодно случиться. А вот и та самая маска догонов. На нее даже сотрудники музея поглядывают с опаской. Не то что дотрагиваются. Этот уникальный головной убор основатель музея Кирилл Бабаев привез из своей очередной научной экспедиции, в которой лично принимал участие в ритуалах догонов одного из самых малоизученных племен африканского государства Мали. По легенде, надевшему эту маску грозит безумие или даже смерть. За все пять лет существования музея не было такого смельчака, кто отважился бы ее примерить. Вчера к нам пришли двое первых добровольцев, кто решился померить вот этот головной убор. И мы попросили их подписать специальное согласие о том, что музей не будет нести ответственность в случае, если с их здоровьем что-то произойдет. Ну, они согласились на это, но тут у нас отказал принтер. По необъяснимым причинам он выключился и больше не захотел включаться. Мы не смогли это распечатать. Директор музея позвонила мне и сказала, ну, как же, что же теперь делать? Я попросил ее, может быть, вы на телефон снимете, как они отдают согласие в устной форме. Но и телефон отказал. Вот что было удивительно. И мы не могли ничего с этим поделать. Сами вы надевали ее на себя? Вы знаете, я люблю жизнь. Но вот в музее появилась посетительница. Явно иностранка. Она долго присматривалась к маске и вчитывалась в описание. Вы бы рискнули померить такую маску? Да. А вам не страшно, нет? Нет. О, покажите нам смелость. В Израиле живут смелые люди. О, я лучше не буду трогать, я боюсь. Ну, как вы себя там чувствуете, внутри? Очень хорошо. Со мной все хорошо, мое второе имя удача. Будем надеяться, что отважная Амит из Израиля в порядке. Ведь, как призналась девушка, она совсем не суеверна. А значит, никакая маска догонов ей не страшна. Анастасия Ружанская, Густав Скукойность, Латвийское телевидение. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...